предлагаю начать с экономических новостей из россии вот согласно им а это данный сайт электронный бюджет на сегодняшний день дефицит федерального бюджета россии превысил отметку 4 триллиона рублей а по планам на 2023 год этот дефицит не должен превышать 3 триллиона сейчас уже 4 а даже даже чуть больше всего на год запланировано 3 триллиона рублей вот это превышение могут наверстать в россии или эта тенденция в этом квартале она заложена заложит все что будет происходить в последующий квартал но смотрите министерство финансов утверждает что все будет хорошо все будет настроена но конечно это не не очень реалистично в связи с тем что резко упали доходы федерального бюджета и мы знаем что с октября после того как были введены тот пакет санкций где начали работать ограничения на закупку нефти и газа бюджетная ситуация стала ухудшаться а в январе феврале она ухудшение стало так и темпы ухудшения стали такими катастрофическими продолжатся ли эти катастрофические темпы сокращения доходов и бюджета в последующие месяцы пока мы не знаем но в это время выросли и расходы расходы федерального бюджета очень быстро выросли если доходы упали по нефть и газа там на 46 процентов общие доходы 25 то расходы в этим в эти месяцы чуть ли не в два раза выросли в сравнении с такими же месяцами прошлого года это означает что идет необходимость финансирования войны в усиленном объеме но при этом доходы падают но при этом конечно есть объяснение объяснение министерства финансов заключается в том что они как бы авансом финансирует все контракты заложенные заложенные с промышленностью между государством промышленностью на весь год и отдают авансы для того чтобы можно было произвести начать производство прямо сейчас это так делалось всегда посмотрим это оправдание или это объяснение сработает ли нет посмотрим что будет происходить по итогам марта мы увидим первой неделе вы сейчас правильно сказали уже достиг дефицит 4 триллиона еще в начале первые числа марта он был там 36 37 значит поэтому конечно темп темп роста дефицита такой очень высокий но это не означает что будет катастрофа но проблемы очень серьезно и конечно российские власти сталкиваются этим проблемами и должны будут принимать решения или скажем печатать деньги продавать оставшиеся юани из государственного резерва из резервных фондов или печатать деньги поэтому там выбор у них не слишком большой поскольку источника финансирования дефицита нет поэтому есть только вот два это оставшиеся юани и печатные денег то есть разгон инфляции посмотрим что они выберут но может быть даже комбинация этих обоих факторов будет использована ну а вот эти кубышки да вы сказали или юани продавать вот насколько большой большая прочность этих тучных двухтысячных и не только этих двухтысячных но и принципе прошлый год мы помним были довольно высокие цены на энергоносителей ну и тоже россию получала прибыль несмотря на то что вела война да это так поскольку в основном эти доходы были в юанях и группе но вы знаете что руки центральной банки не разрешает конвертировать поэтому они не могут считаться такой совсем свободной валютой поэтому они могут использоваться экспортерами только для закупок товаров в индии что конечно ограничивает любой маневр властей которые которые не имеют возможности тратить их на другие цели вот а юани да это тот ресурс который используется но объем их которые но в принципе при нормальном дефиците и при нормальном объеме как это планировалось исполнение при нормальном исполнении бюджета как планировалось еще в конце прошлого года нормально но с точки зрения тех параметров которые заложены то и хватило бы на весь год но сейчас мы видим январь-февраль рост расходов высокий падение доходов сильное поэтому возможно что это будет закончено быстрее закончится все имеющиеся накопленные юани и будет печатание печатание просто центральным банком печатные деньги посмотрим что будет буквально я думаю через три-четыре недели мы получим еще одну это уже будет если будет три месяца подряд это уже будет формироваться тенденция для экономистов делающих оценки это уже будет фактор вообще-то сказать реального прогноза на предстоящую перспективу вчера путин выступал на онлайн совещании с правительством и говорил очень много про экономику вот сначала о форме хотел вас спросить вообще это свойственно российскому президенту и целом в россии чтобы президент а не премьер-министр говорил так подробно об экономике тенденциях в экономике ведь если этого премьер мишустин кстати на прошлой неделе об этом тоже говорил в принципе это его задача да он отчитывался перед госдумой а почему президент начал говорить об экономике ну путин уже несколько лет как принял решение для себя что он будет одновременно и президентом и премьер-министром он даже это отобразил в конституции знаете что одно измене конституции теперь президент фактически руку нет правительства то что вообще полностью разрушает оставшиеся элементы разделения властей президент в россии по изначальной конституции никакого отношения не имеет к исполнительной власти 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 правительство законодательная власть это дума и совет федерации есть судебная власть а президент над этим всем и он скажем так гарант конституции и балансирует между этими властями сегодня в прямую путин просто все это разрушил сегодня есть прямая запись что он руководит правительством поэтому он ему нравится чтобы все что происходит позитивной в стране исходилось только от него поэтому так это и происходит поэтому он разговаривает разговаривает и накладывает населению о том что безработица у нас минимальная о том что у нас все впереди будет просветание все будут счастливы и так далее так далее пенсии индексируем и увеличим это все вещи которые уже но избиты все понятно уже мы слышали это все уже 20 раз за последние годы поэтому ничего нового в этом не происходит что он говорил кроме всего прочего что ниши которые освободились от компании западной которые ушли из-за санкций они активно заполняются другими компаниям том числе отечественным вот буквально вчера появилась информация что аналог макдональдса вкусные . он терпит убытки то есть если запрош до ухода макдональдса сам макдональдс получал за этот период такой же доход топ фактически там миллиарды рублей то вкусная . как раз будет практически столько же только имеет знаком минус а насколько вообще вы оцениваете вот это заполнение ниш которые освободились от после ухода западных компаний но вот сам факт его демонстрирует что процесс конечно очень очень скажем так непонятно и про то что происходит по той простой причине что кажется что взял оборудование и даже оставил персонал и ты уже такой же такой же макдональдс и сами цифры говорят о другом что если макдональдс прошлый год были была прибыль серьезная прибыль то сегодня у этой компании которые вместо нее вкусной . называется что не убытки это означает что не только не только персонал не только оборудование которое осталось то но и технологии управления это важная составляющая и поскольку видимо те кто взял эту компанию под свою опеку не имеют этого опыта они вот привели такому результату означает что автоматически ничего не происходит то что технологии управленческие технологии они важны в том числе и конечно открытость и прозрачность действия поэтому я не знаю это сказать что там происходит в этой компании так детально никуда не загружался на счет но совершенно очевидно как яркий пример того что это не так просто просто забрать сменить бренд целой странной компании оставив все остальное и получать вроде то же самое наслаждаться теми же прибылями так не происходит что еще сказал путин что российская экономика вернулась на траекторию роста но для справедливости он сказал что не стоит расслабляться согласны ли вы с этим тезисом что российская экономика вернулась на траектории рост нет никакой траектор роста не вернулась и понятно что в этом году дальнейшее сжатие экономики поскольку как я сказал уже санкции фактически основные санкции которые влияют на доходы бюджета они начали действовать с октября месяца поэтому то что ожидалось в прошлом году сжатие экономики там порядка 10 процентов этого не произошло было там порядка трех-четырех там поскольку точно нельзя посчитать поскольку цифры теперь скрываются и нет нет статистики которые которые достоверно можно оперировать вот поэтому поэтому оценка такая что три может быть чуть больше процента реальности было сжатие экономики они 10 связи с тем что санкции водились плавно в течение года ступенями такими значит и как я сказал последние самые важные санкции с октября прошлого года это которые санкции рубит по доходам бюджета нефтегазовым доходом бюджета и конечно этот вот сдвиг на первый квартал этого года и мы видим сейчас по доходам бюджета то что мы с вами сказали растущим дефиците о том что эти санкции конечно работают и сильно бьют по способности путина финансировать нас ну как он хочет чтобы это все было кому-то ничего не происходит все обыденная жизнь на самом деле конечно не так ситуацию ухудшается ухудшается очень быстро поэтому поэтому и говорить о том что на говорить о том что будет экономический рост конечно но никаких факторов для этого нет поэтому это просто выдача желаемого за действительное то что путин часто и делать а а а а а а